Мы в прошлый раз остановились на семи чистых днях, и мы говорили о том, что, собственно говоря, вот эта вот необходимость сдерживаться от любого физического контакта, включая легкие прикосновения, она мужская необходимость, не женская. И мы спросили о том, как это влияет на пару, на женщину. Я даже скажу в такой форме, значит, в конце концов, мне всю жизнь приходилось или приходится делать что-то, что мне, женщине, не нужно, я могла бы без этого. То есть я еще раз повторяю, если я эту фразу сказала на прошлом уроке, я от нее не отказываю. Заходите, девочки, спасибо большое. Так, я бы вполне могла поцеловаться в запрещенный период и продолжать сохранять запрет, не дыдь дальше. Так, что для мужчин будет гораздо сложнее, мягко говоря. Так, так вот, что мы, женщины, с этого имени? Значит, первое, о чем я хочу поговорить, это о нашем личном пространстве. Для этого, если можно, я хочу на секунду попросить кого-то подойти ко мне, на одну секундочку, можно? Да, да, да. Так, окей. Давай встань, неудобно, одна возле другой. Ой, так, а теперь смотрите. Задержала меня, потому что мы были в родных отражениях. Что бы сделало большинство? Вот так быть. Отошло. Или как-то вы... Или отпрягла бы. Почему? Потому что я нагло и явно, можно сказать, залезла в ее личное пространство. И только потому что мы действительно в хороших и близких отношениях, я думаю, это не было так отталкивать вообще. Так вот, даже физически человек нуждается в личном пространстве. Так? Что же говорить пожизненно? Теперь, я считаю, что одна из проблем очень многих пор, что люди не умеют правильно создавать личное пространство. То есть, люди, с одной стороны, очень ревнивы к своему пространству. Да что я не имею права... Большое спасибо. Я не имею права поговорить с подругой по скайпу. Я не имею права с кем-то вести переписку. Ты чего лезешь в мой телефон, в мои... Так? А с другой стороны, невыносимо ревнивы. И залазят в чужое пространство. Где ты был? Когда ты пришел? Кстати, я не говорю только о женщинах. Так, я вполне готова поменять. Так, мне что уже с приятелем нельзя выйти выпить немножко пива вместе. Так? Почему ты задержалась? Я тебя уже лишних полчаса жду. Теперь, вот эта вот способность, с одной стороны, научиться маневрировать со своим личным пространством, с другой стороны, давать другому личное пространство, это просто необходимо для того, чтобы люди в браке могли жить хорошо. Потому что, давайте скажем так, Если бы я тот же разговор, личность, там пробила, когда не надо в стороне, ты стоишь там, а я тут, так это тоже было бы очень-очень странно. Ау-у-у-у-у! Так? Вот. Мы не ведем себя так. Так я сейчас это показываю только физически, но имею в виду вполне духовные вещи. То есть, если мы с мужем очень далеки и почти не встречаемся, почти не разговариваем, единственное время близости – это интимная, да и там непонятно, когда она происходит. Плохо? Если мы лезем друг к другу в личную жизнь и не даем ее вообще, опять плохо и неудобно. Я знаю очень многих девушек-постарушек, которые говорят, это одна из причин, по которой мне тяжело думать о заморозстве, где останется мое личное пространство. Так вот, давайте посмотрим. Семь чистых дней, они, собственно говоря, для того и созданы в паре, чтобы дать нам личное пространство каждому. Потому что, если мы говорим про пару, что они одно, время от времени заходит на лоха и говорит им, ребята, подвиньтесь, разойдитесь чуть-чуть. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Пространство расширяется. Теперь, раз это пространство расширилось, у меня остается время на какие-то мои личные капризы. К примеру, сегодня нет, потому что, когда я валюсь, наконец, в кровати, я засыпаю через секунду. Но я когда-то очень любила засыпать, читая книжку. Потрясающая поза будет, если я развернусь к мужу с одним местом, подкнусь носом в книжку и сделаю ему спокойной ночи. Так? Но когда мы запрещены, у него есть и его время. Он может взять книжку, газету, его любимый компьютер и пообщаться с ним, а я могу уйти к своим занятиям. Так? Или я когда-то слышала от женщины, которая мне говорит, для меня расслабиться час-полтора, полежать в ванной с пенкой. Теперь вообразите, что вас кто-то дожидается час-полтора вечера. Так? Не самая разумная и удобная ситуация. Ну, ведь от всех этих вещей очень тяжело отказываться. Я действительно люблю читать в постели. Кто-то действительно любит валяться в ванной. Так? Так вот. Когда мы запрещены, мы с самого начала понимаем, что тут гораздо больше времени и личностного для каждого. Так, это первое, что нам дают всем чистые дни. Это нужно уметь правильно использовать, потому что я иногда слышу от женщин, которые мне говорят, а вот мне только в это время хочется кокетничать с мужем. А когда мы разрешены, я хочу своего личного пространства. Это, дорогие мои, в человеке сидит давка. То есть наоборот. А вот раз мне сказали, что вот здесь можно, а теперь не нужно. А раз сказали, что не нужно, вот теперь необходимо. Так это что-то мое внутреннее, с чем надо уметь справляться. То есть могу ли я жить по каким-то правилам, кто мне кто-то установил. Даже если это кто-то, это мудрецы, так? Но вот это личное пространство, спейс, так как Бог понимал, что он человеку необходим, спейс, он нам его дал с самого начала, даже в самом тесном контакте, который может быть. Так? Теснее не бывает. Нет, бывает, конечно, а мама и дети, и я тоже всегда говорю, что мама, которая не дает личного пространства, душит. Но это совершенно другая статья. Но из всех остальных контактов, муж и жена, это самые близкие, все равно людям оставили свое личное пространство. А когда ты подышал, побыл, набрал воздух, а теперь ты можешь сближаться естественно. Теперь это первое. Второе. Построение духовных контактов. И вот здесь я хочу сказать. Я не говорю, что все религиозные пары при знакомствах соблюдают запрет прикосновения. Но те, которые бы соблюдали, то есть, шедух шел с тем, что нет физического контакта на шедухе, выбрали одну вещь. Они наверняка знают, что девушки выиграли одну вещь, что парень заинтересован в них не только физически. Так? То есть, не дай бог, он не заинтересован физически. Конечно же, он заинтересован, но не только. Потому что он готов был на контакт на духовном уровне, люди общались, не сразу вызвали страст друг у друга, построены какие-то человеческие отношения и так далее. Теперь, эти отношения нужно развивать на протяжении всей жизни. Потому что иначе мы разойдемся в две разные стороны. Потому что, давайте говорить так, когда знакомятся два человека, даже такие, которые росли в одной и той же среде, в одном и том же окружении, все равно у них очень разная ментальность, очень разные интересы. Я возвращаюсь к своей фразе с первого урока. Две одинаковые частички, из них пазл не получается, их нельзя вместе составить. Так? Нам эта разность нужна для того, чтобы нам было хорошо, интересно, для того, чтобы мы хотели быть вместе и так далее. Замечательно. А теперь, давайте посмотрим. Я вижу, к сожалению, очень многие пары, которые приходят ко мне, и у них такая формулировка. У нас есть две хорошие недели и две плохие недели. Что это значит? Это значит, что секс между ними, слава Богу, в хорошем состоянии. И что... Вы помните, я когда-то сказала, что я по-разному пользуюсь словами секса и интимность? Я нарочно сейчас вернулась говорить о сексе, потому что на интимный контакт, который исключает секс, они не способны. Люди не знают, как себя занять в паре, когда они запрещены. Приживая, ни одной, ни две такие пары встречала, и я людям говорю, окей, ну чем вы вместе занимаетесь? А мне отвечают, да, для этого надо делать усилия, надо искать что-то общее, надо работать, а мы ленивы. И я... А я знаю, что это значит. Еще отдаляются, еще отдаляются, еще отдаляются. Я иногда таким парам говорю, по мне, если вы не можете вместе найти более интересного занятия, выньте колоду карты в пакет, много дурака играете, так если вы на бридж не способны, так? Но, по крайней мере, найдите что-то, что вы делаете вместе. Потому что всякий раз, когда я слышу пару, которая мне говорит, а что религиозная пара может делать вместе, кроме как, я всегда на людей смотрю с колоссальным удивлением, потому что мне 35 лет не надоело проводить время вместе с мужем. Причем я имею в виду сейчас время, не связанное с интимностью. так вот, если мы хотим, то семь чистых дней это площадка для упражнения на эту тему. Потому что что нам сейчас вместе делать? во-первых, разговаривать. Так, значит, давайте искать общие темы. Теперь можно сказать, а почему не разговаривать, когда мы разрешены? Конечно, разговаривать нужно всегда. Так, вопрос только, на каком языке мы больше говорим. То есть, я хочу привести очень изумительную цитату из наших мудрецов. Я всякий раз поражаюсь их способности говорить исключительно мудрые вещи в нескольких словах. Они задают такой вопрос. Все наши органы парные. Так, два глаза, два уха, даже нос, можно сказать, что он симметричный, две ноздри парные. А где пара язычка? Так, отвечает нашим мудрецей мужской половой орган. Какая связь? Связь очень простая. Это два языка, на которых мужчина и женщина разговаривают между собой. И как обычно, когда попробуйте подумать про пару, где встречаются люди, которые знают два языка. крайне редко они будут разговаривать наобоих одновременно. Нам же нужно думать о том, что мы говорим. Думаем там на одном языке. Так, либо мы сейчас будем говорить, и разговор у нас в основном будет по-русски, либо на-еврите. Знаете, у меня муж израильтянин, а когда бывают русские девочки в гостях, то я вечно прихожу к одной и той же ситуации. К девочкам я начинаю говорить на-еврите, а к мужу по-русски пока не вижу, что в беструйной смотре, явно непонимающей. Так вот, когда речь идет про разрешенный период, тут гораздо больше говорится на физическом языке. Очень многое даже говорить не надо, прикосновение решает. Когда мы запрещены, очень будет, собственно говоря, все, что нужно сказать, говорится на этом. языке. И это время развивать способность разговаривать между собой. На какие темы каждая пара по-своему, то, что им интересно, то, что их занимает, то, о чем они хотят поговорить. Но, так как в разрешенный период, как я уже сказала, у нас в основном другой язык в действии, то как-то меньше отдаются тому, что нужно для того, чтобы сохранять духовную связь. Поэтому, если мы посмотрим в Широширим, в Песне Песней, Шламу Амелых называют Шуламит, Ахоты, Реаты, Сестра моя, Жена моя. То есть, это два контакта, которые нужны в паре. С одной стороны, чтобы была с сестрой. Теперь, я не знаю, тут и у многих есть братья, с которыми они близки по возрасту. У меня есть такой брат. После его днешний день, его жена говорит, что, они говорят, вы когда начинаете разговаривать, вы вообще забываете, что вокруг кто-то есть. Теперь, молодому человеку 53 года, он в Англии, я в Израиле, мне 57, вроде уже не маленькие дети, очень хорошо живем и служим жену. Но для нас разговор, мы понимаем друг друга с четверти слова, мы вместе выросли, у нас одни и те же привычки, одни и те же шуточки, одни и те же словечки. Это вот так легко. Вот к этому хотят привести мужа и жену с одной стороны. А с другой стороны реалтит. Самое кто такое реалтит? Близкие, так? Вот та близость, в которую мы можем вступить только с мужем, вот только этот абсолютный и сплошной контакт, это вторая сторона отношения. Обе нужно уметь построить. И для обеих сторон еврейская лоха отдала время. Это второй плюс, который мы можем подчеркнуть из физических запретов. Ну, а про третий я попробую сказать так. Я предполагаю, что тут, может, вы уже постарше, мои девчонки 14-15 лет все проработали шухонарух. Ужасно, любопытно, вот с таким носом буратино, что можно и нельзя по валахе. Так? И начинают записки. Да что, это нельзя, совсем с ума сошли. это нельзя застрелиться. Так? И разве же невест, которые, когда доходят до всего, что нельзя, ну, куда лоха лезет в такие мелочи, какая разница, как мы сидим за столом и как мы сидим в поездке, и что будет в конце концов от того, что я сейчас возьму и передам этот стакан мужчине в руки. Да что, он кинется насиловать меня, что ли? Или, значит, как один мужчина когда-то на семинаре сказал раввину, это говорит, только у вас в религиозных такие проблемы. Он говорит, например, ну, говорит, я могу подавать женщине руку и при этом не испытывать абсолютно никаких чувств. родин на него посмотрел и не вступил с ним ни в какой спор. Вместо этого он говорит, правда, серьезно, как мне вас жалко. То есть, вот все эти разговорчики о том, что эти оглохоц старомодные для средневековья, для общества, в котором мужчины и женщины не общаются и так далее. У них есть вторая сторона. Я сегодня, девочки, окончательно перешла на свой солиный образ жизни, то есть, бодрствую допоздна, и встаю очень поздно. Но, когда это, хоть я и сова в школу приходилось ехать рано, с утра, сегодня все такие довольные у нас занимаются во вторую половину дня, все молодые учительницы ходят утром кончить и вернуться домой, а есть кто-то, кто добровольно готов преподавать во вторую половину дня. Так, я встаю поздно, но когда-то, значит, поздно, это в районе девяти, когда-то, мне уже в восемь пятнадцать надо было быть в школе. Значит, муж считался со мной, подвозил меня туда. Ну, а он израильтянин, и радио было включено круглые сутки, а тоже продукт государства, мы, наверное, единственное государство, где новости дважды в час. Так, так вот, реклама перед новостями и после новостей, с этого рабочий день начинается. Каждый седьмой мужчина в Израиле страдает от импотенции. Мы беремся вам помочь, позвоните в клинику по номеру. Девочки, реклама пора делать, штучка дорогая. Есть, я не говорю, что это не применение, я ее слушала по утрам, я предполагаю, что она еще несколько раз в один проходила. Мне неинтересно или каждый седьмой, каждый шестой, или каждый девятый. Раз делал такую рекламу постоянно, значит, клиника получает много звонков. Почему должно быть такое количество импотентов? потому что, извините, когда все можно и ничего не осталось, все дозволенность вот это, она ведет к тому, что человек теряет всякий интерес. Но, извините, я совершенно серьезно это говорю. Если мужчина меня видит в нижнем белье с прозрачным топом наверх, то что осталось скрытого, интересного и так далее. Я, наверное, здесь уже упоминала, у меня раз в неделю получается смотреть телевизор. Хочу, не хочу. Я бываю у мамы полдня, а там мама, к сожалению, в таком состоянии, что телевизор это единственное, что ее как-то занимает. так стоит на первом русском канале. И я систематически смотрю модный приговор, кто знаком с этой передачей. Так вот, там у ведущего есть потрясающая фраза. Прошу запомнить, что Александр Васильев никак не является представителем ультра-ортодоксов евреев. Так мне кажется, по крайней мере. Он испытывался во Франции у русской интеллигенции куда-нибудь просто меняет человека. Замечательно. Ну, никак не израильский ультра-ортодоксов. Так вот, у него есть потрясающая фраза. Женщина должна быть загадкой, а вы сплошная разгадка. И он ее повторяет систематически, когда там дамы являются в таком виде, что они сплошная разгадка. так вот, вот от этой сплошной разбитки полная импотенция. Поэтому, когда вмешались в столько областей жизни, что нам говорят мудрецы, если мы внимательно вслушаемся в то, что они говорят? Они говорят так, все, что запрещено в период еды. Это вещи, которые вызывают у мужчины желание. Раз так давайте ими пользоваться, нам дали ключик. Да еще какой ключик? Так? То есть не только ах, так, это вызывает желание. Есть куча мелочей, которые вызывают желание. Как подали еду, как оделись, какой запах, какой вид и так далее. Мол, что, что, оставили разрешенными, без этого вообще семейной жизни быть не может. Давайте подумаем. Я всегда говорю, там есть галахан, который окажется страной до невозможности. Женщина имеет право наряжаться, имеет право носить украшения, имеют право пользоваться косметикой в запрещенный период. Я бы из нее, моим умом, я бы из нее сделала золушку на этот период. Это ж понятно, что когда женщина выглядит красиво, наряжена, с украшением, она вызывает желание. выясняется, что в Талмуде была на эту тему дискуссия и написано «Бы коши ретированы наши лаитко жетливные балы с трудом разрешили женщинам украшать себя перед их мужьями в период лета». Что там за труд такой? В чем был труд? Нет, труд не их, труд этого мужчины. То есть наши мудрецы сказали «Да, ему будет трудно каждый месяц, но пусть ему лучше будет трудно, чем чтобы жена в его глазах хоть когда-то была отталкивающая». Так? Кстати, на одну вещь остановилась. Нельзя пользоваться сильными духами. Те, кто составляли, были мужчины. Глаза это на сознательном уровне. Помните, я упоминала, что Авраам Авилу получил власть над пятью органами. Над душами, над глазами и над половым органом. Авраам в определенные часы проезжаешь, это конец света. Вы тут вообще сидите, я не знаю, как вы это выдерживаете. Так вот, установили границу, что да, а что нет. И сказали, что женщина, когда она выглядит отталкивающей, это просто разрушает брак. Есть два указания, как подать тарелку в запрещенный период. Да что за лень такая, сам не может взять себе тарелку с едой, почему надо подавать? Значит, это очень важно. Значит, это ухаживание. То есть, я про каждую такую мелочь могу говорить час. Так, как можно построить отношения только когда мы читаем, как себя вести в запрещенный период. Потому что чему нас там учат ухаживать друг за другом. А хорошее слово ухаживать исчезает из лексикона. Я когда-то слышала от своей директора в школе, она мне говорила, она как-то мне сказала, знаешь, говорит, когда я была молодая, конечно, случалось, что мы, она училась в Битякове, в Тель-Авиве, мы таком сбегали девочке посмотреть какой-нибудь фильм. Мы же не ангелы были. Говорит, заходишь, музыка, ухаживание, танцы, романтика, один-два поцелуя, как красиво. А у нее мама была в доме для престарелых, и моя директора наслаждалась телевизором точно так, как я. То есть мама уже тоже была в состоянии, штука напротив экрана, сажают, чтобы люди хоть чем-то. А они говорят, вот теперь я раз в неделю тоже смотрю кино. Господи, говорит, какая сколько, все нацелено к одному скорее, в постели. Так? Ничего вот этого вот романтического, что было в мои молодые годы, не осталось. Я, в общем, с ней согласна, потому что я вижу очень мало фильмов, в которых есть романтика. Так? Ну, это не только романтика, это не только фильмах, это в жизни, рассказывает мне девушка. Значит, она ко мне приходит, говорит, девушка в самом начале приближения к иудаизму учится в университете, бегает у меня. Приходит ко мне, говорит, Супра, скажите, здесь в Израиле люди адекватные? Я говорила, что случилось. Она говорит, меня парень пригласил в кино. Я с ним пошла. мы выходим из кинотеатра, он меня спрашивает, куда мы идем, ко мне или к тебе? Я ему говорю, извиняюсь, я не собираюсь ни ко мне, ни к тебе. А зачем ты пошла в кино? То есть он оплатил билет, как плату за. Так вот, об этом я говорю, что способность ухаживать пропадает. в России такого нет этого удивительного? Нет, ну, я когда эту историю выслушала, я и говорю, я тебе могу только позавидовать. А от скольких девочек я слышу, которые мне говорят, я на улицу не могу выйти. Красивых девушек. Так, я думаю, что тут некоторым должно быть знакомо, если нет, то считайте, что вам везет. То есть вот эта способность как-то красиво поухаживать идет и исчезает. А наши мудрецы понимали, насколько это необходимо для отношений, насколько это вступление, насколько это создает настроение, насколько это превращает секс в интимность. И вот когда читаешь, вот это можно, это нельзя, это так, это этак. Нас просто учат, что важно представителям обеих полов, как женщине важно и на что мужчина смотрит, как мужчине важно и на что женщина смотрит. Если мы все это от запрещений возьмем, я всегда говорю, все что запрещено в области интимности запрещено только с одной целью, чтобы когда будет разрешено, было бы хорошо, лучше, еще лучше, замечательно. Если мы умеем этим пользоваться, браво, если нет, это наш проймыш. теперь я не утверждаю, что все умеют, я только утверждаю, что можно поучиться. Окей, это первая часть нашего урока сегодня вот здесь прошу с Редактор субтитров А.Семкин